Расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к Айурвене. Что оттуда подходит жителям других стран? У нас не так жарко. Сразу остановимся на этом, да? Да практически всё. Человек устроен одинаково, что в жарких странах, что в не в жарких странах. Все эти три жизненных принципа имеются в его организме. Первый принцип даёт массу тела, его крепость, это слизи. Второй принцип ветра, это все циркуляторные процессы должны в теле идти, даёт. И третий, это обогрев. В жарких странах там, допустим, свои особенности, где-то там меньше надо обогреваться. А в северных странах, наоборот, надо больше обогреваться. И меньше высушиваться, и в соответствии с этим питанием. То есть Айурведа прекрасно это всё восполняет. Блюда Айурведические не все приятные, очень острые. А нам и не надо, знаете, вот очень острые. Эти Айурведические блюда... Вот зачем вообще Айурвед... Ну, будем говорить, Айурведа это наука о жизни. Зачем нам, будем говорить, блюда, питание... Ну, в первую очередь, это поддержание жизнедеятельности раз. А во вторую, с помощью вот этого питания, мы можем, мы можем сами себя уравновешивать. Потому что большинство болезней происходит из-за того, что у нас нарушается баланс в этих жизненных принципах. Индусы их называют ДОШами. И как только начинает нарушаться в сторону ветра, сухость и холод, появляются проблемы с суставами. Как только в сторону желчи, это питом их называется, у нас начинают появляться проблемы с желудочно-кишечным трактом, там, язвы, там, изжога. Умственно мы, значит, начинаем злиться, вот такие вот. То есть, вот они, откуда это всё идёт. И, наконец-таки, слизи или это называется капха у них. То есть, человек жиреет, на этой почве возникают проблемы совершенно иные, с сахарным там диабетом могут возникать, с сосудами возникать, вообще с ожирением и прочее, прочее. Так вот, с помощью вот этих блюд мы можем, мы можем регулировать. Ага, начинаются проблемы с суставами, мы добавили маслица. Начинаются проблемы, там, допустим, изжога или ещё что-то. Ага, мы убавили кислое, жгучее, красное. И нормально, вот именно я так избавился от изжоги. У меня изжога была на икру заморскую кабачковую, у меня изжога была на мёд, даже если я несколько раз поем. У меня изжога была на, особенно на поджарку из помидор. Как я это всё понял и всё это исключил, она прошла. Так точно в остальных. То есть, не надо думать, что аэровидическое питание, это только для Индии. Это такое питание, просто они там, у них слишком остро, из-за того, что надо там, паразитов там, которые так широко распространены в тропическом климате, их это сжигать. И поэтому они там применяют. Я когда был, я несколько раз поел приправленный там рис, и потом я не смог есть. Настолько всё это сразу же вызывало у меня первоизбуждение вот желчи, тепла, что я потом только в основном питался в тибетском ресторане. Чем? Молоком и яичницей. Так. Чем вы пользуетесь из аюрведы? Я пользуюсь из аюрведы вот самим понятием, что можно с помощью питания и образа жизни регулировать работоспособность и жизнедеятельность своего организма. Вот это самое главное, о чём я только что вам сказал. Остальное там блюдо, вот там рецептура, вот так, так, так. Я, то есть, имею понятие, как это работает, и дальше уже применяю. Вы говорили о том, что человек должен есть местную пищу. А мне порой купить через интернет аюрведические травки намного легче, чем у меня в стране Латвия. Да, ну, что поделаешь. Тут, видите, надо просто организовать у себя, наладить, ну, будем говорить, связаться с каким-то фермером, там, с магазином, через который торгуются местные продукты, и использовать. Потому что ваша кухня, как раз она подходит для Латвии. А не надо что-то такое аюрведическое, вот, что говорят, ага, полезное, полезное, полезное. На самом деле, для того климата оно может быть и не полезно. Найти местные травы, да и дороже, да. Часто обычно ромашка, липо, шиповник, мята можно найти, а вот что-то другое уже сложнее. Ну, конечно, можно сказать, что, пожалуйста, выходите, да сами собирайте. Ну, не все это могут делать, но, по крайней мере, старайтесь, вот, что-то, что-то, конечно, местное. Ну, раз заказали, ну, заказали. Заказываю некоторые травы аюрведические через интернет, пью их, и мне помогают. Пью, посоветую аюрведического врача. Ну, если он исследовал вас и сказал, какие там у вас жизненные, в принципе, вышли, то он с помощью этих чайков, травок уравновешивает. И вполне нормально.